В конце 80-х годов проживающий на юге Молдавии малочисленный гагаузский народ объединился вокруг идеи развития своего языка, культуры и самобытности, отметил экс-депутат парламента Молдовы, активист становления Гагаузии Фёдор Мариногло. Первое, с чего начинается имя народа – это его право на язык. Второе – это обычаи. И третье – это местно-компактного проживания. Гагаузскую республику нельзя забывать. Так совпало, что в 1990 году был лидер Степан Топал. Было движение, которое могло бы выдержать противостояние. Была ситуация – люди хотели. И исторические события тому способствовали. Как раз распадался Советский Союз. В доме музея имени Степана Топала на публичные лекции собрались преподаватели образовательных учреждений автономии, учащиеся активисты становления Гагаузии и общественные деятели. Конечно, этому дню предшествовало много событий. Митинги, собрания, поездки в Москву. Итогом всего этого стало образование Гагаузской республики. Все были согласны с этим. И все радовались и понимали, что будет сложно сохранить. Но все надеялись. Проблемы и желания, затронутые гагаузским народом как тогда, так и сейчас, остались неизменными. Как 33 года назад, так и сегодня гагаузский народ не хочет конфликтов, отметил председатель Народного собрания первого созыва Пётр Пашалы. «В настоящее время мы собственноручно пишем свою историю. Мы являемся не только очевидцами, но и участниками событий. 33 года прошли. Тогда у нас были лидеры. Самый главный из них был Степан Табал. И тогда, и сейчас мы считали и считаем, что нам не нужны конфликты. Нам нужно сотрудничество с Кишинёвом и другими странами. Мы не ищем себе врагов. Мы ищем себе друзей». Гагаузская республика просуществовала более четырёх лет – с 19 августа 1990 года по 23 декабря 1994 года. Когда в результате переговоров руководства Гагаузской республики и парламента Республики Молдова был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, на основе которого по сей день действуют структуры власти автономии. Алена Терзи, Владислав Табачук, Алексей Герчу, ГРТ Новости.